На следующей неделе будет отмечаться Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Областной Минздрав уже начал в связи с этим серию профилактических мер. И подробнее мы поговорим с главным специалистом Минздрава Челябинской области по профилактической медицине Ольгой Агеевой. Ольга Викторовна, доброе утро. Доброе утро, Ольга Викторовна. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела с туберкулёзом в Челябинске? Статистика какова? Больше стало заболевших, меньше? Ну, вообще в Челябинской области ситуацию по заболеваемости туберкулёзом нельзя назвать негативной. То есть, в принципе, у нас общее количество заболевших примерно на уровне прошлого года. А по статистическим данным, по смертности даже нам удалось добиться снижения в сравнении с предыдущим годом. И, конечно, прежде всего и выявляемость, а значит и заболеваемость, ну и в итоге смертность от туберкулёза зависит от того, насколько дисциплинированно к нам приходят пациенты, и мы можем провести им обследование специфическое, и выявить это заболевание, и раньше начать его лечить. Ну, как всегда, рост либо спад происходит из-за того, что либо люди приходят обследоваться, либо не приходят. Либо не приходят обследоваться. То есть, давайте лучше будем приходить. Согласна. Существуют, может быть, какие-то группы риска? Вот кто чаще подвергается заболеванию этому? Безусловно, туберкулёз – социально значимое заболевание, и многие годы считалось, и так и было, что им заболевают, как правило, ну, скажем так, социальные слои населения, да, люди с ослабленным иммунитетом, люди безопределённого места жительства, люди, которые плохо питаются. Сейчас несколько изменилась тенденция, и теперь уже, в принципе, и в такие достаточно благополучные слои населения туберкулёз тоже проникают, потому что, и хотя мы, может быть, и питаемся сейчас неплохо, да, но стрессовый фактор, он очень сильно ослабляет и иммунитет, и поэтому человек становится отчасти подвержен этому заболеванию. Я к чему это? К тому, что никто не должен себя стопроцентно считать защищённым, и никто не должен себя этим утешать, тем, что он там не проходит флюорограф, да. Я живу хорошо, что мне его проходить, да. Да, да, я хорошо питаюсь, я социально защищён, да, я благополучен, и поэтому меня туберкулёз не тронет. А вот скажите, что ещё, кроме стрессов, может вызывать туберкулёз? Из-за чего? Вот простой, обычный человек хорошо живёт, хорошо питается. Чего ему ещё нужно бояться? Я не думаю, что нужно бояться, да, но нужно знать, и поэтому это даёт возможность не бояться. Вообще туберкулёз распространяется, ну, скажем так, наиболее частый путь распространения – это воздушно-капельный. И все вы это знаете, да, что при кашле, при чихании микобактерии туберкулёза – это, собственно, бациллы, которые вызывают, да, само заболевание – они могут распространяться на достаточно большое расстояние, там, до 11 метров и даже дальше. То есть, по большому счёту, мы никто не защищены просто от внедрения бациллы. Но сразу же хочу сказать, что если организм в силе защищаться, то он защищается, и заболевания не возникает. То есть здесь, наверное, советы будут такие, знаете, общепринятые. Это ведение здорового образа жизни, неослабление своего организма курением, приёмом алкоголя. Это рациональный режим труда и отдыха, это полноценный сон, чего нам всем не хватает, да. Это своеобразная стрессоустойчивость, положительный настрой вообще в целом на жизнь. Это нормальное, здоровое питание, которое рациональное, это белки, жиры, углеводы. Всё как всегда. Всё как обычно, и это очень много значит. А вот скажите, пожалуйста, а как, допустим, человек может понять, болен он или нет? Может быть, симптомы какие-то есть? Основные, да? Конечно, есть симптомы при туберкулёзе. Самое коварное, что они не являются специфическими. То есть это общая слабость, это повышенная утомляемость, это потливость. Ну, немножко специфичным является потливость по ночам, да. Это кашель, который может быть любого характера, приступообразный или единичный. И для того, чтобы выявить туберкулёз, только основываясь на жалобах, конечно, доктору надо постоянно об этом помнить. Я вас уверяю, наши доктора постоянно помнят о туберкулёзе. Вот. А самому пациенту надо быть в этом плане очень дисциплинированным и один раз в год проходить флюорографическое обследование. А вот скажите, мы знаем, что Минздрав проводит, в частности, вот на следующей неделе ряд профилактических каких-то событий, мероприятий. Расскажите о них, пожалуйста. Да, у нас к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом приурочена акция, то есть это не единичное какое-то мероприятие, а целый ряд мероприятий, не только в Челябинске, а во всех муниципальных образованиях. Это и лекции, и крупные столы, это и конкурсы рисунков, плакатов, это приёмы дополнительные, и вот флюорографические, возможно, сделать флюорографические обследования во всех муниципальных образованиях области. Ну и наиболее ярким событием вот этой акции у нас уже не первый год проходит. Это, ну, в рамках повышения доступности для пациентов мы выставляем передвижной флюорограф цифровой на улице Накировки, и любой, кто придёт на этот праздник, да, может пройти это обследование. А раздевалка там тоже будет? Безусловно, это всё будет сделано в тёплых условиях, то есть это большой цифровой флюорограф, который выполняет собой функцию кабинета флюорографии. А скажите, я правильно понимаю, что это не просто будет стоять кабинет, это будет какой-то праздник вокруг, да? Это будет большой праздник, там будет полевая кухня, возможность попробовать кашу, попить горячий чай, то есть это действительно праздник, вообще здоровый образ жизни и здоровье, это очень приятно, это очень радостно. А что с собой взять-то надо, чтобы попасть в машину? Да, чтобы, и вообще, что нужно брать, чтобы пройти флюорографию. Ничего не надо брать, не надо паспорт, не полис, у человека спросят фамилию, да, и всё. Ну, можно сказать и анонимно, для чего мы это делаем, для того, чтобы, если что-то вдруг выявляется, да, чтобы мы этого пациента тут же его направили, направили правильно, да, и смогли его судьбу отследить. То есть результаты они тут же будут делать, да, результаты готовы тут же, это совершенно бесплатно и, можно сказать, ну вот, без паспорта, без полисов. Флюорография, она выявляет только туберкулёз или ещё ряд заболеваний можно с помощью этого снимководить? Безусловно, не только на туберкулёз, этот метод рассчитан, не только на выявление туберкулёза, это вообще, ну, скажем так, мини-рентгеновский снимок, мини-фотографии органов грудной клетки. То есть помимо туберкулёза выявляются пневмонии, таким образом, очень серьёзные заболевания, злокачественные или просто новообразования, даже патология сердца и сосудов внутригрудных, лимфоузлов, таким образом, может выявляться. Замечательно. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Друзья, не бойтесь этих снимков, пневморография разом. 3-6 марта обязательно приходите на Кировку возле главпочтамта и снимайте. Все вместе побываем на празднике, друзья, это всегда хорошо. Ну, а в гостях у программы «Наше утро» была Ольга Агеева, главный специалист Минздрава Челябинской области по профилактической медицине. Ну, а прямо сейчас пришло время новостей. Продолжение следует...